Чему можно поучиться у Латвии в области инклюзивной молодежной политики? В Балтийской Республике устраивают уличные игры «Гетто Геймс» и строят спортивные площадки. Эти проекты призваны изменить жизнь ребят из неблагополучных районов к лучшему. Одна из таких инициатив называется «Риск-фри» без риска. Благодаря финансированию Европейского фонда регионального развития объемом в 640 тысяч евро в Латвии и Литве обустроили 36 спортивных площадок. Руководитель «Риск-фри» рассказала подробнее о целях проекта. Задумывая проект «Риск-фри», мы пытались объединить лучшие практики латвийских и литовских коллег, профессионалов, работающих с молодежью и другими социально незащищенными категориями граждан. Мы размышляли о том, как сделать спорт инструментом социальной интеграции, какие мероприятия проводить, чтобы заинтересовать молодых людей, чтобы им было куда пойти в свободное время, тренироваться, заниматься на снарядах с другими сверстниками. Я думаю, что такая инициатива, как «Риск-фри» прижилась, пустила корни. Во-первых, это обмен опытом. Стало ясно, как нужно работать с подростками из так называемой группы «Риска». Во-вторых, это инфраструктура, которой продолжают пользоваться в Латгалии в Латвии, в городах в Исагинесе и Ингалине в Литве. И тот факт, что проект получил европейское финансирование, говорит о его значимости и общественной пользе.